Огонь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Африкин Корректор А.Кулакова 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 И также для ухи плотва мелкая, окунек тоже мелкий. Так что уха должна быть вкусная и наваристая. Короче, самое главное для ухи это чистить жабры обязательно. Жабры обязательно, потому что жабра дает горчинку, и от нее потом начинается падаем. Итак, для того, чтобы буду сделать мягче, нужно добавить луковицу. Луковицу мы оставляем немножко корочки, разрезаем чуть-чуть, но не до конца. В кипящую воду, правильно? Да, и бросаем именно в кипящую воду. Насколько времени? Она должна где-то минут 15-20 повариться, вода станет намного мягче, тогда мы сможем добавить уже нашу маленькую рыбку. Лук у нас уже проварился, дал цвет такой, видишь, янтарно-желтый цвет. Что мы делаем дальше? Дальше луковицу оставляем здесь и добавляем нашу мелочь для того, чтобы сделать хорошую юшку. Юшка должна вариться где-то порядка часа. Мы предварительно, конечно, почистили всю рыбу, хотя некоторые рекомендуют, что не обязательно чистить, но мы прочистили, повыбирали жабры, прочистили полностью внутри, сняли шелуху, загружаем всю нашу рыбку. Уха у нас будет очень красиво. Кстати, лук видишь какой-то золотистый? Да, золотистый. Добавили окушка, латвичку, карасик, то есть такую основную мелочь, краснотерочку. Чтобы латвичка была чистая, оттенку надо снимать обязательно. Так, морковку разрезаем напополам. Эту часть мы нарезаем просто обычными колечками, колечки где-то по полсантиметра. Эту часть режем напополам. Вот так вот. И делаем то же самое на полсантиметра колечки. То, что осталось, то есть бульон мы сливаем, рыба, которая мелкая осталась, ее можно либо скушать, ну, в принципе, она как бы в уху не пойдет, потому что в уху мы делаем двухкомпонентную, мы добавим отдельно рыбу, это у нас было для навара. Так, юшечку, которую мы профильтровали, заливаем обратно в казан, казан мы помыли. Сливаем аккуратно, чтобы осадок, который внизу есть, его не нужно заливать. Добавляем, друзья, воду, людей много, и чтобы все хватило. Добавили воды, добавляем луковицу. Луковица должна смягчить воду. Сейчас мой друг Руслану рассказывает, зачем нам икра, и что мы с ней будем делать. Когда мы ловили рыбу, рыба у нас оказалась плодотворной, у нас осталась икра. Это очень хорошо, потому что многие осветляют юшку с помощью яиц, но по классическому старому способу делается это с помощью икры и соли. Сейчас мы сделаем маленький засол, то есть берем икру, пересыпаем солью. Это у нас будет конечная стадия, то есть мы заодно и посолим муху, ну, где-то вот так, и заодно ее осветлить. Теперь ее нужно перемешать, желательно ее, конечно, передавить, мы это отдельно потом сделаем, то есть надо будет икринки все пораздавливать, но пока, чтобы она не испортилась и постояла немножко в соли, мы ее засолили и оставляем. Итак, после второго захода у нас уже идет закипание воды, и добавляем сюда пшенки. Пшенки добавляем у нас в 8-литровый казан, то есть воды литров 5, значит, нужно где-то... Грамм 200-250, ты думаешь, да? Думаю, да. Два, два и еще немножко. 250-300 грамм, где-то так максимум. Итак, наше пшено закипело, оно где-то варится приблизительно 3-4 минуты, самое время загрузить морковь. Загружаем морковку. Накрываем. И где-то минут 15 оно должно повариться. Значит, морковка с крупой проварились где-то 15-20 минут. Крупа полностью развалилась. Морковка еще варится. Добавляем картошку и варим еще полчаса. Так, теперь добавляем корень петрушки, можно еще корень сельдерея, то есть без разницы. Бросили и накрываем. Сельдерей провалился буквально минут 5, и добавляем теперь специи, а потом, соответственно, пойдет у нас рыба. Добавляем лавровый листик в парочку и пару щепоток черного перца. Можно добавлять горошек, горошек он будет давать больше запах, но мы любим острую, поэтому мы добавили помолок. И теперь самая финальная часть нашего балета. Добавляем рыбку. Рыбка у нас карасик. Карас крупный. Хороший такой, грамм на 800. Димон поймал. Ну. Ну. А с рыбой добавляем что еще? Так, теперь рыбку перемешиваем. Рыба должна провариться где-то минут 15-20. Чеснок когда добавляем икру? Чеснок в конце, и икру мы будем осветлять тоже в конце. Уха у нас уже подошла к финальному завершению. Теперь добавляем 2 зубчика чеснока. Не чистим, просто целиком бросаем. И попробуем немножко осветлить. Это икра с солью, которую мы перетирали, добавили холодной воды. Раз. Два. Сильно перемешивать не надо, потому что рыба разваливается. Когда рыба разваливается, это не сильно хорошо. К финальному завершению нужно добавить обязательно, для того, чтобы смягчить водичку, мы добавляем дистиллят, разведенный до 40 градусов. Раз. Две минуты. Есть еще такая рыбацкая фишка, что нужно обязательно добавить горящие полено в уху. Раз. Закрыли. Друзья, ваше здоровье. За рыбалку. Да, за наше сегодняшнее хорошее морское путешествие. Уха супер. Руслан постарался. Итак, наша уха некоторое время постояла. За счет икры, как вы видите, она осветлилась. То, что должно было осесть, оно... О, сейчас аккуратненько подниму. Ну, вот вы видите, да? Да, видно, что... Идет чистая юшечка. Чистая, наваристая, жирненькая юшечка. Карасик очень классный. Димон лучшего караса, наверное, поймал. Да. Трех. Друзья, продолжаем мы готовить рыбку, которую сегодня утром наловили. И сейчас я вот на автомангале пожарю рыбку на решетке гриль, которую я вот установил уже ее, прокалил. Сейчас смажем маслом, рыбку мы посолим, поперчим и будем готовить. Вот карась утренней ловки. Друзья, мы на рыбалке и особого времени, скажем так, мариновать нет, да и не нужно. Делаем все очень просто, но вкусно. Итак, нарезаем карася по тушке, делаем надрезы. Соль, перец, масло и сразу же на решетку. Смазываем решетку немножко маслом. Эх, карасик свеженький. Жарко началось, я думаю, буквально по минут 5 с каждой стороны ему вообще с головой хватит. Кстати, карася я ловил на червяка под камышом. В этом водоеме, который сели Аджамка, также есть еще судак, щука. Но спиннинг мы с собой не брали, так что это уже в следующий раз. Друзья, я думаю, уже рыба давным-давно готова. Потому что готовить и одновременно ловить рыбу, скажем так, тяжело. Но, тем не менее, давайте дегустируем. Друзья, начинаем дегустацию рыбки, которая была сделана на автомангале, а именно на решетке, которая есть у этого мангала. Так, для начала, конечно, немножко пивка. Красота. Удочка, пиво, рыбка, которую я сегодня утром сам словил. Мы утром с моими друзьями поехали на подкормленное место и ловили два типа рыбы. Мелкая очень такая на уху. И также пивал, так излитка, такой карась от полукилограмма до килограмма. Ну, красивый, вкусный. Кстати, этот вставок, здесь дно, оно как бы не илистое, оно плотное. И рыба при этом не пахнет мулом. Очень вкусная. Давайте дегустируем. Репку я жарил на дровах абрикоса. Она с дымком, офигенная. Вкуснейшая. Я специально положил побольше перчика, дабы был такой, знаете, контрастный вкус, чтобы она немножко обжигала во рту. Камышевый просто завораживающий. Хочу добавить, что мы сегодня в гостях очень хорошего человека. Зовут его Александр. Он держит этот вставок, занимается. Здесь у него кроме карася такого, также есть судак, щуки немножко в этом водоеме. Ну и, конечно, как всем известно, промышленная рыба такая от Плослоп. И, как он говорил, попадается иногда немножко так же сома. Водоем, кстати, очень чистый. Вода хорошая. Красота. Друзья, вам спасибо за просмотр. Спасибо за ваши лайки. Я думаю, ваши лайки будет побольше, потому что все-таки я старался, снимал, хотел вам показать что-то новое, интересное, разнообразное. Ну и спасибо нашему спонсору, партнеру и просто хорошему человеку Якову, который делает эти мангалы, автомангал. Ссылочка будет под видео. Как вы видели, я на мангале сделал шашлык, уху с Русланом, моим другом. И также рыбку пожарил на решетке. Так что, друзья, ваши лайки, это ваша благодарность. Большое вам пламенное пока. А у нас начинается вечерняя поклевка. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова